Более трех тысяч квадратных метров для инноваций в Архангельске открыли вторую очередь инновационного центра. Теперь на одной площадке получать знания, генерировать идеи и объединять усилия смогут порядка 30 резидентов, рассказывает Алексей Шемякин. Поздравляем всех нас! Это если не исторический, то прорывной момент. Открытие второй очереди инновационного центра позволит Архангельску шагнуть в будущее. Перспектива развития связи, информационных технологий и неких таких инновационных продуктов, я думаю, это, повторюсь, одно из направлений, одно из основ развития области. Новое помещение обживает крупнейший игрок на рынке разработки услуг Архангельской области – компания Арбис. В частности, площадка инновационного центра станет домом для специализированной кафедры, которая сейчас расположена в САФУ. Здесь будет проходить практика студентов, их обучение, вовлечение в ту разработку, которой мы занимаемся, как для традиционных десктопных программ, так и для мобильных и облачных решений. Вместе с развитием инноватики работу центра рассматривают и как точку роста экономики региона. У нас есть традиционные отрасли, которые, безусловно, вносят большой вклад в воловой региональный продукт. А вот развитие новых сфер, поддержка их – это, безусловно, то, что сейчас делается в инновационном центре. И это в средней срочной, в дальней срочной перспективе будет, ну, окажется соответствующий эффект на экономику. Об этом говорят и цифры. За год количество резидентов увеличилось с 6 до 26, а их выручка выросла почти в два раза. Вместе с предпринимателями развивается и сам центр. Он стал резидентом Сколково, получив возможность использования всех мер поддержки на территории Архангельской области. На сегодняшний день Сколково представляет такую уникальную возможность. Не нужно менять прописку юридическую. Можно иметь архангельский ИНН Архангельского региона 29 и пользоваться благами резидентства Сколково, в том числе и по снижению налогов. У них это тоже возможность есть. До конца года на площадке центра, который также имеет конференц-зал и зону каворкинга, проведут три крупных мероприятия. Развивать в Архангельске будут и инженеринговый центр, который сегодня также торжественно распахнул свои двери. Алексей Шемякин, Ольга Красулина, Регион 29. Субтитры создавал DimaTorzok